Обозначить вопросы, которые департамент здравоохранения самостоятельно решить не может. Так главный медик региона Светлана Романчук определила задачу своего выступления на заседании правительства. Тема – доступность онкологической помощи в Ивановской области. Смертность от рака занимает второе место в структуре общей смертности после заболеваний сердечно-сосудистой системы. Первое место в структуре заболеваний смертности от злокачественного образования женского населения занимает рак молочной железы. У мужчин наиболее часто встречается рак трахеи, бронхов, то есть органов дыхания, легких, предстательной железы. Региону для обследования женского населения нужны передвижные маммографы. Стоимость одного аппарата – порядка 20 миллионов рублей. Денег, соответственно, нет. Сейчас рассматривают вариант государственно-частного партнерства – аренды. Крупным объединением, то есть Кенишемской, Шуйской, Тейковской, Вичугской, ЦРБ, хотя бы четыре передвижных маммографа, они бы решили. В Иванове проблем нет, здесь доступность для населения стационарных без проблем. А вот передвижных хотя бы три-четыре, да даже один был бы хороший. Мы бы по очереди передавали разным больницам. У главврача-онкодиспансера Владимира Козлова своя головная боль – ранние пациенты. Чуть света, а регистратуру уже берут штурмом. Наиболее оптимальный вариант, считает докладчик, если на прием в диспансер пациента будет записывать врач, который выявил симптомы заболевания. В пиковый сезон регистратура работает с 6.30, а рабочая смена врачей начинается в 7.30. Ни те, ни другие не справляются. Особенно из удаленных районов пациенты приезжают, извините за термин, с копом и очень рано. Мы каждое утро, мне на конференции докладывают очередь на 7 утра. Порой очередь на 7 утра достигает 40-50 человек. Связано это во многом с тем маршрутом транспорта, который, в общем-то, приходит из удаленных районов. В этом году он к диспансеру 30 лет. Изначально он был рассчитан на 160 посетителей в день. Сегодня их около 400. При нынешней загруженности здания должно быть больше, считает главный врач учреждения. Не два, как сейчас, а минимум четыре этажа. Кроме того, для пациентов необходимо организовать гостиницу или пансионат. Не все обследования удается пройти за один день. Получается, что жителю из района нужно либо возвращаться домой, либо искать ночлег в областном центре. Онкологи уже облюбовали здание по соседству, но пока нет ни возможности, ни средств. В нем располагается на втором этаже отделение политивной онкологии, которое полностью весь второй этаж занимает. На первом этаже размещается цитологическая лаборатория, но часть первого этажа занимает отделение лаборатории ВИЧ-спид-центра. Если на перспективу, когда у них будут построены новые здания, если эти помещения освободятся, то размещение там даже не коек, а нескольких мест для проживания, я думаю, для нас было бы очень актуально. На начало 2017 года в нашем регионе запланировано открытие диагностического центра «Белая роза». В учреждении будет проводиться бесплатный осмотр женщин с целью выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. Проект разработан по инициативе Светланы Медведевой и уже начал свою работу в стране. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.